Альманаха Итак, кто он, Сергей Лёвый? Листаем. Интеллигентный человек с проницательными взглядами писателя, девиз которого с сердцем по жизни. Философ, романтик, оратор, обладающий неизвестными артистическими способностями и разносторонними интересами. Рассеянин, переживающий о судьбе Родины, в голове которого рождаются яркие творческие проекты и даже мистические произведения. Настоящий соратник и друг, анамчанин, любящий свой город, член редакционной коллеги Альманаха Павловс и просто хороший человек. И когда он все успевает? Сергей Лёвый родился 6 февраля 1978 года в городе Котовска, в Котовске-Домбовской области. Давайте скажем спасибо его маме, Елене, Валентина Валентина Валентина. В Котовске-Домбовской области. За то, что вы произвели по-своему, я же вас прощает его человека. А это вот в 1979 году. Посмотрите, такой вот очень интересный снимок. Это первый раз я в Анайд. Да, у бабушки в Анайд. Вот у нас было такое открытие курортного сезона. С родителями Елены Валентиновны и Александром Аркадьевичем. Это сколько лет, Серёж, теперь? Четыре? Четыре годика. В ракушке. У нас у многих остались, скажите, да, такие снимки, где мы в ракушках, корабликах. Так, 83-й год, летние страны. Отрадно видеть, да, до сих пор летние страны. Также является ярким таким учреждением у нас. 1980 год. Вот такие серьезные глаза у мальчика. А это вот можно вернуться на фонтан, Серёжа. 97-й год. Это же наш фонтан, да, перед администрацией? Около Победы. Около Победы, да? Листаем. Октябрь, 1987 года, да? Да-да-да. Да? А вот там, да, я, по-моему, фотография, такие, Серёжа, выглядят, ну, почти как Гоголь, да? Путали даже. Литературная студия А3 в Тамбове в 97-м году. Серёжа Штенбич. Ас, ас, ай. А я. Ас, выки, извините. Лисая, дальше. Сергей Лёвин читает стихи. Это был творческий вечер с колеса поэти в Тамбове. Серёжа, что ты там читал? Засунь мне голову в тиски нам и подзажми её в стиха, Чтоб треснули внутри мозги и кровь из носа потекла, Чтоб карие мои глаза упали на дощатый пол, Разбились, словно два яйца, рассыпляясь горстью и стекло, Чтоб череп треснул и погас огонь, что теплился во мне, Чтоб в последний жуткий час уснул я в безграничном сне. А ты мне скажешь, что настал потекий час, Когда лески укроют мир вершины скал, Зажми мне голову в тиски. Браво! Библиотека имени Пушчина в Тамбове в 2000 году. Ну тут уже в другом облике, да? Уже аспирант, наверное. Ну, наверное. А это вот Серёжа, учитель года 2002, ты был ведущим? Да, его ведущим. Два, даже несколько лет подряд. Презентация книги Снайдер, Библиотека имени Пушчина в Тамбове в 2003 году. А это фотография не Серёжа Улько? Ой, не Игорь Улько, извиняюсь. Нет, нет, нет. Нет, Улько был Игоря Списоведов. Ну, Списоведов. А у меня же говорили Списоведов. Игорь Улько, в этом зале давайте поаплодируем. Игорь Улько. Аплодисменты. Аплодисменты. Ставали добрые друзья. А то, что книги Снайдер делал Юрий Ковальчук, он, к сожалению, ему сегодня надо было пораньше уйти, но он... Ну, он не хотел, он не хотел. Листаем дальше. А это центр, которая родина, 2004 года. Первое сольное выступление вам надо. Да, а мы познакомились в 2002 году, в первом раз, да? И в 2004 году в родине, да, в большом зале. Кто помнит? К счастью, сохранились фотографии. Именно первое мое выступление здесь. Листаем дальше. А это юбилейный вечер был в квартире. Татьяна Павловна, вам аплодисменты. Татьяна Павловна, директор, что у меня аплодисменты. Ладно, я не хочу. Зеркальный сайт, по-моему, да? Да, так точно. А это у нас Сережа был на форме молодых писателей в Майкобе, да? Мойец, Москва. Москва? Либки, Подмосковье. Либки, Подмосковье. Либки, Подмосковье. Два года подряд. Прошел мастер-класс из журнала «Знамя» и журнала «Новый мир». Это была очень большая, серьезная и очень тяжелая школа. Молодец, приятно очень. Презентация книги Ольги Хомич-Журавлевой. Оля, Ольга Хомич. Поиск безграничности. Родина, 2012 год. А это у нас артисты фронту. Сергей Левин, как и многие анамские авторы, принимает участие, активное участие в жизни города, курорт Анапа. И вот 9 мая это было что-то потрясающее. Скажи, Сережа, расскажи, как это стоять на грузовике? Ну, очень волнительно. Ведь самая публика такая трепетная, ветерана. Там нельзя свальшивить, нельзя быть каким-то набычным. Ну, это совершенно особое ощущение. Я надеюсь, что тогда было хорошо. Здорово. Мне тоже понравилось. И дальше. А это Сережа присутствовал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. От звонка до звонка. Ну, вы там жили, меня поразило, что вы жили на теплоходе, да? Да, ну, много интересных. Здорово. Презентация монаха Парус номер 7 в Центре культуры Родины. Вот в этом зале. Это в Центральной библиотеке. У нас Татьяна Викторовна здесь, да, Мазаренко? Да. А, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Играет на подробности. Работное кандиде от Ана Ян. В 2014 году Сольник был. Сольник. А, снимал Александр Петунин. Он тоже в этом зале. АПЛОДИСМЕНТЫ Вечер в памяти писателя Виктора Ивановича Флогина в детской юношеской библиотеке в 2014 году. Сережа помогал делать второй номер журнала «Сухий берег», который редактировал как раз Виктор Иванович. Мы на той презентации вспоминали об этом. А эта Сережа является уже многолетним членом жюри детского конкурса. Более 10 лет. Да, уже. Старожил этого конкурса. Вдохновение. Конкурс детских произведений. Детки очень трепетно к этому относятся. Они смотрят как на настоящих, таких вот серьезных людей. Правда, здорово? Да, какие мы серьезные. А это презентация «Альмонад Хабаровс» в Центре культуры Родины. Это был альмонад номер 8. Да? Восьмой номер. В этом году. И наше спасибо тебе, Сережа. Мы здесь собрались. Спасибо тебе, Сережа. За что? Давайте посмотрим. За что? Листанин. За неординарность своего мышления. За яркий талант. И умение видеть главное. За творческий поиск и трудолюбие. За то, что ты никогда не пройдешь мимо. За то, что все переживания мастерски отражаешь в своих произведениях. И охотно делишься ими с читателями. И слушателями. За твое свободолюбие. За то, что ты не такой, как все. И мы тебя очень любим.